МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И самый главный, наверное, вопрос – это насколько активно жители включились в эту работу и насколько охотно они помогали сотрудникам ЖКХ в уборке любимого города? Субботник – это, в первую очередь, общий праздник, общее мероприятие, в котором принимают участие все, без исключения службы города, чиновники, предприятия и, конечно же, жители. Парад коммунальной техники, он открыл его в этом году, 30 марта. Парады прошли в восьми поселениях, приняло участие 113 единиц, и 480 человек непосредственно на самих парадах присутствовали. В рамках парада мы провели мероприятие по показу техники детям. То есть несколько машин было доступно для детей, они играли на них, садились за рычаги, сидели в кабине и получили огромное от этого удовольствие, потому что для них это новый вид развлечений. Если говорить уже о самой работе в рамках «Субботника», то только 30 марта сразу же уже порядка 3000 человек приняло участие в уборке территории. То есть кроме парада была уже сама работа. Дальше шло по нарастающей, то есть 6 апреля приняло участие уже 10 тысяч человек, 13 апреля уже 18 тысяч человек вышло на уборку нашего района и совместно с работниками коммунальных служб и предприятий осуществляло уборку территории. Все они были оснащены инвентарем необходимым, грабли, перчатки. Здесь мусор, который они собирали, был вывезен в тот же день. Михаил Владимирович, а как выбирались площадки? Центральные площадки «Субботников» по какому принципу? Площадки «Субботников» выбирались по принципу наибольшей остроты проблем. То есть то, какие территории являются наиболее проблемными с точки зрения обращения жителей, жалоб. Либо сами коммунальные службы видят, что на этой территории необходимо организовать массированную уборку. А на 20 апреля у нас будет самый большой субботник, это так областной субботник, общий областной субботник, и голосование по этим точкам проводилось на портале Добродел. У нас появилось 4 лидера. Это Одинцовый парк, Гусарская баллада, Старый городок и Лазутинская трасса, так называемая Лазутинка. На всех этих территориях будет организована выдача инвентаря, будет организована работа коммунальных служб, и, соответственно, приглашаем жителей в обязательном порядке принять участие на данных территориях в работе. Вот все-таки, ну, понятно, что сотрудники коммунальных служб, это их работа – убирать территорию, приводить ее в порядок, а вот жители, они проявляют свою гражданскую позицию? То есть мы все прекрасно помним субботники в советское время, когда, ну, каждый выходил из своего дома, и каждый даже не в обязательном порядке просто знал, что пришла весна, пора убираться, пора наводить порядок. Пора брать грабли, лопаты и убирать мусор, который остался после зимы. Вот сегодня ситуация вот как-то, она меняется вот к этой стороне? На самом деле сознательность жителей, она видна, она растет, жители охотно принимают участие, особенно это видно с точки зрения того, насколько внимательно жители начинают относиться к вопросам, где проходят субботники, задают вопросы, почему именно та территория, либо эта. Ну и на самом деле, когда во дворе происходит какая-то интересная программа, а мы стараемся обязательно, чтобы была музыкальная программа, чтобы были коллективы. Ну это уже настоящий массовый праздник, потому что коммунальные службы соединились с управлением культуры, спорта, и это уже такой симбиоз, но действительно массовое мероприятие, в которое вовлечены все, от мала до велика. То есть все объединены одной идеей, но при этом кто-то обучается, я сейчас говорю, а дети, да, для которых будут организованы мастер-классы, различные программы, ну а взрослые, соответственно, трудятся. Да, но на самом деле и дети трудятся, то есть дети тоже с удовольствием помогают взрослым на субботниках. То, что им в меру сил возможно помочь, они с удовольствием делают, и это задел на будущее, потому что если ребенок с раннего детства понимает, что надо заботиться о своем дворе, о своем городе, то он и дальше будет трепетно относиться к тому, что уже делал, и внимательно будет относиться к той окружающей среде, в которой он живет. 20 апреля проходит масштабный субботник, а будут ли организованы пункты выдачи инвентаря помимо центральных площадок? У нас 135 мест проведения субботника, и для наполнения их инвентарем будет 98 площадок выдачи инвентаря. Где можно посмотреть всю эту информацию? Ну это как раз-таки для тех жителей, которые, например, по каким-то объективным причинам не могут добраться до центральных площадок, а хотят просто убраться около своих домов. Эта информация размещена на сетях интернета, она есть в социальных сетях, на сайтах администрации местных, то есть там все эти адреса прописаны, и также эта информация доступна в сайте районной администрации. Насколько все-таки за этот месяц удалось убрать район? Ну, на самом деле охват района был очень большой, то есть мы очень большое количество мусора собрали, 5,5 тысяч кубов мусора было собрано вот уже за прошедшие субботники. Охват прошел практически по всем уже территориям, и сейчас в этот субботник мы будем уже делать так называемую дочистку, то есть добирать те территории, которые не удалось охватить в предыдущие, и заниматься тем, чем любят максимально заниматься жители. Это покраска малых форм, установка дополнительных малых форм и посадка деревьев. То есть можно говорить, что уже основной объем работ, он позади? Да, большая часть уже территорий убрана от мусора, тот, который вытаил из-под снега, погода нам как бы в этом благоволила, то есть не было холодно, и снег активно таял, поэтому большинство, большая масса мусора была собрана и вывесена. Ну и, наверное, в мае по традиции будет проводиться посадка деревьев. Да, в мае у нас будет еще Лес Победы, мероприятие, которое проводится каждый год. Центральной площадкой будет центральная площадь Одинцова, а место высадки деревьев будет Хлюпино. Там, пожалуйста, всех жителей приглашаем тоже принять участие в этом мероприятии. Михаил Владимирович, в завершении нашего интервью хотелось бы, чтобы вы еще раз призвали всех жителей, пригласили их принять участие в масштабном субботнике, который пройдет 20 апреля на территории муниципалитета. Уважаемые жители, ждем вас на субботник. Все будут обеспечены инвентарем, будет интересно. Все на субботник. Сделаем чистым город и район вместе. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. До свидания.